Тальха ибн Убайдулла Кого радует вид человека, идущего по земле после своей смерти, пусть смотрит на Тальху ибн Убайдуллу. Мухаммад, посланник Аллаха, алей-иссаляту вассалям. С одним из торговых караванов курайшитов Тальха ибн Убайдулла от Тайми находился в Шаме. Когда караван прибыл в Басру, курайшитские шейхи-купцы устремились на многолюдный городской рынок и активно занялись куплей-продажей. Несмотря на свою юность и отсутствие такого, как у шейхов коммерческого опыта, присущие Тальхе острота ума и проницательность позволяли ему успешно конкурировать с ними и заключать самые выгодные сделки. С утра и до вечера Тальха проводил на рынке, куда стекались приезжие со всех краев. И вот здесь с ним произошло событие, которое изменило не только ход всей его жизни. Оно явилось признаменованием изменения всего хода истории. Предоставим же слово самому Тальхе ибн Убайдулле, чтобы он сам рассказал свою захватывающую историю. Итак, Тальха рассказывал. Когда однажды мы находились на рынке Басры, один из крестьянских монахов возвал к присутствующим. «О, купцы, расспросите людей, есть ли здесь кто-нибудь из мекканцев?» Так как я был рядом с ним, то поспешил ответить ему. «Да, я из мекканцев». «Появился ли среди вас Ахмад?» – спросил он. «А кто такой Ахмад?» – спросил я. «Сын Абдуллы ибн Абдуль-Муталиба», – ответил монах. «Именно в этом месяце он должен появиться, и он последний из пророков. Он выйдет из вашей мекканской земли и переселится на землю черных скал, пальм и источников, из которых сочится вода. Поспеши же к нему, о юноше». Сказанное монахом запало в мое сердце. Я тут же поспешил к своим верблюдам, оседлал их и приготовился к отъезду. А затем, оставив караван, я поспешил в мекку. Достигнув ее, я спросил людей, случилось ли что-нибудь в мекке после нашего отъезда. Мне ответили, «Да, появился Мухаммад ибн Абдулла, который объявил себя пророком, а ибн Абу Кухафа, Абу Бакр, стал его последователем. Я хорошо знал Абу Бакра, который был приятным в обхождении и располагающим к себе человеком. Он был честным и благонравным купцом, с которым мы дружили и любили проводить с ним время, поскольку он хорошо знал историю курайшитов и прекрасно разбирался в их генеалогии. Придя к нему, я спросил, «Правда ли говорят, что Мухаммад ибн Абдулла явился с пророчеством, а ты последовал за ним?» «Да», — ответил он, «это так и есть». А затем он начал рассказывать мне о пророке, уговаривая меня присоединиться к нему. Когда я рассказал Абу Бакру о монахе, то он очень поразился этому и предложил, «Пошли вместе к Мухаммаду, и ты сам расскажешь ему об этом, а затем послушай, что он говорит, чтобы принять религию Аллаха». Когда я с Абу Бакром пришел к Мухаммаду, он предложил мне принять ислам, прочитав мне некоторые аяты Корана, пообещав блага в этой и иной жизнях. Аллах открыл мою душу навстречу исламу, и я рассказал ему об ассирийском монахе. Мой рассказ произвел на Мухаммада хорошее впечатление, что отразилось на его лице. Затем я провозгласил перед ним, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха. Таким образом, я стал четвертым человеком, принявшим исламскую веру благодаря Абу Бакру. Принятие ислама молодым курайшитам подействовало на его родных и близких, подобно удару молнии. Больше всех расстроилась и опечалилась по этому поводу его мать. Она очень надеялась, что ее сын станет правителем этого народа благодаря своим славным и благородным качествам. Когда соплеменники Тальхи попытались отвратить его от новой религии, то убедились, что он непреклонен, подобно огромной несокрушимой горе. Разочаровавшись в своих попытках переубедить его по-доброму, они прибегали к карательным мерам и истязаниям. Рассказывает Масуд ибн Хараш. Когда я пробегал между Ассофой и Марвой, то увидел многих людей, преследовавших юношу, руки которого были привязаны к шее. Они все бежали за ним, толкая его в спину и нанося удары по голове. Среди этих людей была также старая женщина, которая громким голосом всячески поносила его. Я спросил, кто этот юноша? Мне ответили это Тальха ибн Убайдулла, который отверг свою религию и стал последователем какого-то кашемита. А кто эта старуха, которая бежит за ним? Это его мать Ассаба бинт Аль-Хадрамий. Подойдя к Тальхе ибн Убайдулле, Науфаль ибн Хувайлет, прозванный Львом Курайшитов, крепко привязал его веревкой к правдивейшему Абубакру, а затем отдал их обоих в руки мекканских глупцов, чтобы те подвергли их самым тяжким истязаниям. Именно по этой причине Тальха ибн Убайдулла и правдивейший Абубакр получили прозвище «Соединенных». Дни шли своей чередой, события последовательно сменяли друг друга, и с течением времени все более мужал Тальха ибн Убайдулла, росла и ширилась его деятельность во имя Аллаха и его посланника алейиссаляту ассалям. Приверженность и преданность Тальхе делу Ислама и всем мусульманам настолько окрепли, что люди начали титуловать его живым шахидом, а сам посланник Аллаха алейиссаляту ассалям называл его добрым, щедрым и великодушным Тальхой. Каждому из этих титулов сопутствовала своя блестящая история, и каждая из них была одна замечательнее другой. С прозвищем Тальхи живой шахид связанная история, которая произошла в ходе битвы при уходе, когда мусульмане покинули посланника Аллаха алейиссаляту ассалям, и с ним осталось всего 11 ансаров, а из мухаджиров только Тальха ибн Убайдуллах. Когда пророк саллиллаху алейиссалям вместе со своими спутниками поднимался в горы, их настигла группа язычников с целью убийства посланника Аллаха алейиссаляту ассалям. Пророк спросил, кто отобьет нападение этих безбожников, чтобы стать моим спутником в раю? «Я сделаю это у посланника Аллаха», вызвался Тальха. «Нет, оставайся на месте», ответил пророк. «Тогда это сделаю я», сказал один из ансаров. «Хорошо, давай ты», согласился пророк алейиссаляту ассалям. Этот ансар отбивал нападение противника, пока не был убит. Посланник Аллаха саллиллаху алейиссалям продолжал свой подъем в горы со своими спутниками, но язычники вновь настигали их. Пророк алейиссаляту ассалям воскликнул, «Есть ли кто-нибудь, желающий отбить нападение? Я, о посланник Аллаха, отозвался Тальха. Нет, оставайся на месте», повелел пророк. «Тогда это сделаю я», предложил один из ансаров. Пророк алейиссаляту ассалям сказал, «Хорошо, сделай это». Воин из ансаров храбро вступил в бой, пока также не был убит. Посланник Аллаха саллиллаху алейиссалям продолжил свой путь в горах, но его опять нестигли язычники. Когда он вновь повторил свой вопрос, Тальха ответил, «Я сделаю это у посланника Аллаха». Однако пророк саллиллаху алейиссалям и в этот раз запретил ему вступать в бой и дал разрешение одному из ансаров. Так продолжалось до тех пор, пока не погибли все ансары, и рядом с пророком алейиссаляту ассалям остался один лишь Тальха. И когда еще раз догнали их язычники, то посланник Аллаха алейиссаляту ассалям сказал, «Да, теперь ты». У посланника Аллаха саллиллаху алейиссалям был выбит передний зуб, рассечены лоб и губа, кровь залила его лицо. Он начал уже ослабевать. Бросившись на язычников, Тальха отогнал их от посланника Аллаха алейиссаляту ассалям. Затем он взвалил на себя пророка алейиссаляту ассалям и понес его дальше в горы. Через некоторое время он усадил его на землю и вновь начал отбивать атаку язычников. Так продолжалось до тех пор, пока он окончательно не отогнал врагов. Абу Бакар рассказывал, «В это время я и Абу Убайда ибн Аль-Джаррах были далеко от посланника Аллаха алейиссаляту ассалям. Когда мы прибежали к нему, чтобы оказать помощь, он сказал, «Оставьте меня и поспешите к своему товарищу». При этом он имел в виду Тальху. Подойдя к Тальхе, мы увидели, что он истекает кровью. На его теле мы насчитали более семидесяти ран, нанесенных мечами, копьями и стрелами. С отрубленной кистью руки он без признаков жизни лежал в одной из ям. После этого посланник Аллаха алейиссаляту ассалям говорил, «Кого радует вид человека, идущего по земле после своей смерти, пусть смотрит на Тальху ибн Убайдуллу». Всякий раз, вспоминая битву при Ухуде, правдивейший говорил, «Этот весь день был днём Тальхи». Такова история того, как Тальха ибн Убайдулла стал носителем титула «Живой шахид». Что же касается таких его титулов, как «Щедрый» и «Великодушный», то по этому поводу можно рассказать ещё одну историю. Известно, что Тальха был крупным и очень богатым купцом. Однажды, благодаря одной торговой операции в Хадрамауте, он получил прибыль в сумме 700 тысяч дельхемов. Целую ночь после этого Тальха провёл в страхе и глубокой скорби. Когда к нему вошла его жена Ум-Кульсюм, дочь правдивейшего Абу-Бакры, то воскликнула, «Что с тобой, о Абу-Мухаммад? Неужели кто-то из нас причинял тебе что-нибудь плохое?» «Нет», — ответил Тальха, «Ты лучшая из жён, которая только может быть у мусульманина». Я промучился всю ночь, задавая себе вопрос, «Что же думает человек о своём владыке, если он спокойно спит, имея в доме такое богатство?» «А почему тебя это так беспокоит?» спросила жена, «подумай о своих обездоленных и бедных соплеменниках. Утром же подели эти деньги между ними». «Да смелости виться над тобой, Аллах!» воскликнул Тальха. «Ты находчивая и благородная женщина, дочь благородного отца». Рано утром Тальха разложил деньги по кошелькам, а затем раздал их беднякам среди мухаджиров и ансаров. Рассказывают также, что как-то к Тальхе ибн Убайдулле пришёл человек и попросил у него материальной помощи, указав на свою родственную связь с ним. Тальха сказал, «Раньше мне никто не говорил об этой родственной связи. У меня есть участок земли, за которую Усман ибн Афан давал мне 300 тысяч. Если хочешь, возьми её себе, или же я продам её ему за 300 тысяч, а эти деньги отдам тебе». Человек сказал, «Лучше я возьму деньгами». Тальха вручил ему эту сумму. Да будет Аллах доволен щедрым и великодушным Тальхой, как назвал его посланник Аллаху, алейхиссаляту ассалям, и да не спошлёт он свет в его могилу.